Перед нами системный блок, который решили уволить из рядов МВД, отправить на пенсию, но он решил уволиться сам, по собственному желанию, так сказать. Просто в один прекрасный день он перестал включаться. Перед нами материнская плата, в которой стоял Pentium 4, две планки ОЗУ по 512, карта Nvidia GeForce GT 7300. Там два жестких диска, один на 80 самсул, другой барракуда на 500, блок питания на 400 ватт. Как видите, за компьютером там никто не ухаживал. Я вам решил рассказать, сколько будет стоить собрать такой компьютер в нашем 2016 году для офисных целей, ну так же, возобновить его. Хотя на этом компьютере играли в Black Ops, Call of Duty и в Сталкера. Не представляю, какие там были лаги. Ну так вот. Если брать с рук, процессор 200 рублей, оперативная память, две планки, 512, 500 рублей. Жесткий диск 1000 рублей. Блок питания снят с производства. В принципе, все снято с производства, но блок питания вы уже нигде такой не найдете. Если найдете, цена ему 500 рублей. 700. Жесткий диск на 80 450 рублей. Материнская плата 900 рублей. Видеокарта 500 рублей. Процессор 200 рублей. Если брать с магазина, то процессор вам обойдется в 8200. И жесткий диск Барракуда. 5390. Я тут почитал. И, короче, вышло. С рук. 4250 рублей. Если брать с магазина, запчасти, 16657. Но как все снято с производства, мы берем с рук. Все, что можно взять с магазина, это, вот я вам сказал, процессор и жесткий диск. За 4250 рублей можно купить, если точнее добавить, ну, чтобы было 5000 рублей. Можно купить вполне себе играбельный, хороший компьютер. С рук, конечно. А за 16000 можно уже собрать нечего такую систему, я вам скажу. Вот. Вот эта вся система подойдет только для офисов. Никогда не играете на нем в игры. Всем до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok